Вместо пашни автомобильная стоянка. Два года назад специалисты Ростельхознадзора на земле сельскохозяйственного назначения обнаружили автомобильную стоянку. Собственник земельного участка возместил вред, выплатил штрафы, но не исполнено главное предписание – земля не приведена в первоначальное состояние. О том, что на этом участке когда-то была автостоянка, сегодня напоминает лишь эта будка. По словам старшего государственного инспектора Ростельхознадзора Ирины Красновой, здесь находились охранники. Территория была огорожена, освещена и асфальтирована. На территории в один гектар стояли автомобили. Несмотря на то, что руководители акционерного общества «Средняя Волга» именно им принадлежит участок, утверждали, что это полевой стан, сомнений никаких не было. На землях сельскохозяйственного назначения незаконно организовали автостоянку. За данное правонарушение общество было привлечено к административной ответственности за порчу земель. По части 2 статьи 8 и 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях был наложен административный штраф в сумме 30 тысяч рублей. Также было выдано предписание, однако предписание было выдано уже не одно с того момента, когда мы выявили. И все эти пока предписания не исполнены в срок. Из-за неисполнения этих же предписаний еще обществу пришлось заплатить не один раз по 10 тысяч рублей по решению мировых судей. Вред причиненный участку оценили 8 миллионов рублей. Как только объявили торги на продажу арестованного имущества, принадлежащего обществу «Средняя Волга», данная сумма была выплачена. Деньги поступили в бюджет Чебоксарского района. Кроме этого, организации необходимо привести данный участок в состояние, пригодное для использования по целевому значению, то есть убрать щебень и песок, и завести плодородную почву. Это нужно сделать до 1 октября нынешнего года. Будем выходить также к мировым судьям за неисполнение предписания. Также за неисполнение еще раз после решения суда выдается еще раз предписание. Получается как? То, что пока земельный участок не будет приведен в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, скажем, чтобы можно было здесь сеять и пахать, общество будет выдаваться предписание до конца. То есть все время будут платить штрафы? Да, будут платить штрафы там. А изъять земли? Уже потом будет выдано предупреждение, что нарушение уже, как бы, получается не один год, а об изъятии тоже может возникнуть вопрос. Процесс этот долгий, но специалисты управления намерены довести работу до конца. Если предписание не будет исполнено, административное дело будет направлено в Минимущество Чувашии. Республиканское ведомство может обратиться в судебные органы для принудительного изъятия земельного участка. Надежда Яковлева, Андрей Шоклев, Республика.